Ребят, мы так берем все свои прямоугольнички и сгибаем его один угол. На этот раз учащиеся 10-й школы пришли с целым арсеналом сюрпризов. С самого начала они внесли в коррекционную школу ощущение Нового года. Школьники организовали для воспитанников интерната различные мастерские. К примеру, в этом кабинете ребят учили изготавливать к Новому году снежинки, которые смогут украсить любое помещение и создать атмосферу праздника. Я раньше не умела делать такие вот снежинки. Теперь я научилась и теперь в любое время могу украсить игровую или класс, или свой дом. Мне очень понравилось делать эти красивые снежинки. Также ученики 10-й школы разучивали с детьми из интерната новогодние песенки, танцы, учили их из воздушных шариков делать разноцветных зверюшек, изготавливать гирлянды, открытки, проводили подвижные игры и инсценировки сказок. Но и это еще не все. Школьники также принесли интернатовцам целую кучу мягких игрушек, одежду и констовары. Это стало для них доброй традицией. Мы уже приходим в интернат номер 2 не первый раз. Мы – это 10-я школа наша городская. Вместе с детьми мы собираем, всеми детьми нашей школы собираем игрушки, констовары, теплую одежду, варежки, носки и так далее. В этом году мы немножко расширили нашу программу. Кроме того, что мы принесли много вещей и игрушек для детей к Новому году, мы еще приготовили для них мастерские небольшие, где дети делают открытки, учат песни к Новому году, танцы. И в конце мы покажем им обязательно праздничный концерт и поздравим детей с наступающим Новым годом. Песнями, плясками, игрой на различных инструментах и выступлением веселого Деда Мороза Учащиеся с 10-й школы внесли в жизнь воспитанников коррекционной школы-интерната частичку Нового года и создали предпраздничное настроение. Лариса Динвукометова, фондир Фазалденов, информационная программа «Ежедневник».